СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что-то будет под кодом названия «Похмельные игры». Сегодня мы приготовили у вас несколько заданий, испытаний, которые вам предстоит пройти. За каждое задание и испытание мы вам будем давать ключ от загадки. И если вы пройдете все испытания, у вас будет ждать приз. Если не пройдете, все, нам придется забрать приз с собой. Так что у вас не в 100% есть вероятность, что вы выиграете. Что-то я как-то своей командой отбила. Вы хоть скажите, за что боремся? А, это сюрприз будет, конечно. Что вам поможет в сегодняшнем дне? Рассол? Трехлитровый, да, рассол? Все пожелания. Для начала давайте познакомимся. И просто по очереди имя свое скажут. Мы примерно так начали представлять, кого как зовут. Все, конечно, запомним. Меня зовут Дима. Меня зовут Соловат. Меня зовут Илья. Меня зовут Александр. Женя. Алексей. Эльза. Маргарита. Ильдар. Кто я, да? Алексей. Надежда. Вадим. Аня. Евгения. Лиана. Ольга. Мария. Коля. Отлично. И еще один есть. Давайте повторим. Но мы по ходу дела будем еще раз повторять и повторять снова и снова. Сразу, конечно. Да, давайте. Не-не-не, память, память. Ну да, мы будем тренировать память сейчас. Вот еще, это проскать. Внимание, ребят. Самое главное, что сегодня от вас нужно, чтобы вы стали одной командой. То есть все испытания сделаны так, что вы сможете их пройти только если будете как бы сообщать действие. Заботься друг о друге. Если будет каждый сам на себя, у вас ничего не получится. Какая прелесть. Понятно? Да. Так что приз, приз, человек приз. Приз, командный, команда. А как мы выделить будем на всех? Так, ребят, сначала надо вообще придумать, что у вас за команда. Какая команда у вас сегодня собралась? Надо вам придумать название команды. Какие предложения есть? У вас одна команда. Да, одна общая команда. Приз, приз-то один. То есть мы вас потом разделим на маленькие кучки и вы будете получать ключики свои, потом объединитесь и одна общая загадка у вас будет. Если вы ее разгадаете, вы получите тот самый приз. У нас одна команда, мы здесь ради чего собрались? Наш форум? Партнеры наши, дорогие. Название тогда какое? Все свои. Отлично. Тогда мы больше будем заботиться. Теперь тогда нам надо заявить. Это хваляне или там. Да. Это мы вообще местом. Что за команда здесь собралась? Дружно вместе. Крикнуть, что за команда. Кто-нибудь команду и вместе подошли. Три, четыре, все свои. Так, отличная репетиция прошла. Это было не команда совсем. Кто-то промолчал. Подключаемся, круг встаем. Три, четыре, все свои. Отлично. А где вторая команда? Девушки застают парни. Два самых главных качеств. Два самых главных качеств. Главные качества. Два. Два. Сейчас все придумать. Два самых главных. Надежных. Надежных. Раз. И? Мужество. Ну, надежность. В этом все складывается. Честно. 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 Она не определяется по именно женщинам и женщинам. Мы готовы. Ребят, вы готовы там? Давайте уже попрыгнем, чтобы что-нибудь мы поделать. Давайте, пойдем. Так, девушку туда. Девушку туда. Попройте, да? Нет, мы там объединились. Друг перед другом. Друг перед другом. Пожалуйста, сюда. Ты будешь надежным, чем честно. Я сказал, что вы туда. А честно, его вот туда. Парни, определись. Я честно, я и безнадежный. Нет, ко мне тогда. Верная, сущная. Верная, сущная. Верная, сущная, верная. Так, верная суда, сущная суда. А че ты верных налево? Так, и попрошусь. Так, и попрошусь. Налискать направо. Маша команда, ребят. Сущная, и к чему. Наверное. Уча, верная, да? Вот, наверное. Да, да, да. И раз сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Все нормально, отлично. Отлично. Так, ну все. Значит, я буду вашим инструктором. Я вашим. Мы потом объединимся, ребят. Ну че, готовы начинать? Да. Побежали за мной. Да. Пять-шесть повторений какого-нибудь упражнения. Все остальные повторяют. И так по кругу. Начнем? Просто для разминки приседаем. Пять-шесть повторений. Раз, два, три, четыре, пять. Повторений какие-нибудь. Все, отлично, спасибо. Следующий. Так, нам надо, чтобы размяться. Так. Раз, два, три, раз, два, три, раз, три, два, оригинально, да, оригинально. Я же в инструкторе поработал. А, ну, чувствуешь. А, ну, чувствуешь. Погнозка? Три года. А, можно как-то. Так, спасибо. Спасибо. Следующий. Спасибо. Все, спасибо. Так, дальше. Так, все, спасибо. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, молодцы. Либо отжимаемся, либо как варка. Отжимаемся, давай отжимаемся. Давай, давай отжимаемся. Пускай все отжимаются. Нас мучили, мы тоже. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Все, все телеупражнение забыли, по-моему. Ой, хорошо. Ну, закончили упражнение. Давайте, 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 не можем вспомнить никаких заданий. Все, когда позвать, они подскажут. Ну, ребят, надо теперь опять вместе сесть и вместе встать. Да, вместе встать, давай, по-моему. О, отлично, давайте, встали. Ножки вместе, ребят, сначала, ножки вместе. Вы готовы сюда? Да, конечно. Так ваша на зоне команда? Опа. Все, варенье. Подождите, парень. Давайте посоветуемся. Вам нужно время, да, посоветуемся? Все, давайте, советуемся. Давайте, по-любому. Нет, а вторая половина, потом так же. Нет, вы бы сразу, наверное, двигали еще одну пасу туда. Переходили туда. А может быть, одна обувь? Пока накраешь, оказывается, ставь. Да, еще накрасят, да. Накрасят, и ту накрасят, и ту накрасят. И что еще накрасят? Подальше накрасят. Часть нашей команды. Можно я за вас подержусь? Так. Нет, вообще. Опа. Нет, ты вот тоже можешь... Вы парней-то пустите, вы что, сейчас они не стоят. Туда уже надо перепадить. Я пока тут подожду. Спасибо. Так. Лицом... Вы лицом к друг другу встаньте. Поближе, чтобы. А ты к нему передам. А я к нему передам. Сумка на берегу, если я поеду. Хорошо. Ай. Так. Мальчики, командуйте дальше, что делать? Кого-то забрать надо. Потом как палку туда еще. Пройти полный круг, передвигая как бы по палкам, чтобы палки не упали. Внимание! Мы надо одновременно спать. Да? Хорошо. Давайте сейчас ждем. Ждем. Нет, нам надо... Ну, понятно. Из этой команды? А мы не сможем ухватить, если у нас хочется. Давайте. Кто, ребят, сможет пойти? Смотрите, вариант такой. Я уже не перехватываю. Я возвращаюсь. Подожди. Это. Кто-то кому-то надо к тебе девочке отправить в офис в помощь. Я хочу, чтобы тебя не хочешь. Слушайте, я там... Так, ребята. Не вставляем палочки, ребята. Это уже жулищество пошло. Давайте. Вы больше сейчас вставлять будете, чем пройдете. Давай, Марк, перебегай. Так мы в тузорную идем. Сейчас, подожди, Жень, Женька, договори. Я так думаю, смотрите, вот куда тогда. Это отпусти, а это да. Давайте сюда быстро прибегай. Алексей, ну-ка, назад. У нас один выпук. Идет уже? Да, 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 давайте уже. Давайте стоим паровозиком. Следующий будет пустая папиросина. Паровозик. Все, паровоз там придется держать. Ну ты жилье поставил. И сау. Я только смотрю. И нос, нос главное закрыть. Все, за мной. Пошли. Первый, не торопимся. Собака молодая. Блин. Парик, что братья, дни, не красавчик. А мы, по-моему, дочь не делаем. Чертая команда. Я вообще не делаю. Пару. Перейду и буду принимать. Чтобы у нас там места не останется. Переходи туда. Нет, я перейду сам. Давай, не будем рисковать. Кто принимать-то будет? Держите его там. Палку. Мы палку сейчас туда. Туда, если перебросим, мы уже назад ее не сможем. Вам надо всем сюда перебраться. И кому-то сюда. Так, у нас же вот это будет. Давай туда тогда переходим. Алексей, может ты сразу? Ты ему на палке постойте. Держите его. Да, палку поддерживайте. Папа, да? Там уже берег все, да? Да, там уже береги. Там уже выше. Так. Спасибо. Приняйте. Тихонечко, тихонечко. Травновесие. Нормально. Здесь не более ароматурой. Все, здесь можно уже наступать. Так, айдай. Так, принимайте. Следующий. А наша тайца была. Отлично, ребята, поаплодируем себе. Давайте, молодцы. Легко прошли. Удивительно. Держите еще один кусочек. А что было первым? А мы еще не открыли. Надо открыть. Может, мы угадаем сразу? Малява какая-то. Сейчас напишут. Марго что-то накосячила. Ну что, двинемся дальше, может, или покойте. А что там? Что-то 13 внутри, что ли? Это скобочка? Внутри 13 внутри. Она говорит, каждый человек говорит по одному слову, по очереди. В очереди вы сами для себя определяете. И в таком темпе будет все просто вести он с закрытыми глазами. Запрещает. Вы его потеряли, вы его не уберегли, вы его как бы не довели. Есть вопросы? Смотрите, идея такая. Вперед началось одним словом. Половина шага влево, другим словом. Поняли меня? Мы же не можем это сказать. Полшага вперед, три слова. Два слова мы не можем, да? Нет. Одно только. Да, если два слова вы говорите, человек, который идет по лабиринту, упой. Надо поменьше шаги. Так, внимание, кто следует, ребят? Шаг в размере, пускай маленькими шагами идет, но небольшими там, да? Цель не быстрее, а цель качественнее. Да, да. Все. Но все равно маленькие-маленькие делаем. Вперед. 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 Стоп. За, стоп. Подождите, подождите, не ходи по кругу. А, лево-право для тебя получается, мы говорим для человека, который переходит. С нашей стороны же. Саш, ну-ка попробуй вот сейчас вот сделать 30 градусов, я тебе говорю 30. Супи. Левее. Левая, я же после нее всегда. Нет, она не говорила еще, поменялись местами там просто. Много полиэтилена, здесь будем заработать. Баннерс? 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 Хорошо, расскажите. Хорошо. Я вам уже рассказал. Илюх один. Обнимашки. Да, 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 да. Я очень боюсь высоты. Отойдите, что дверечка, сейчас разберемся. Давай, все, я держу. Так, ты смотри, просто подвисаешь на нем. Не переходите. Зачем вам это надо? Все? Все, все, все. Подожди. Я залез с тобой. Никто пообещал. Другое дело. Его можно вообще не пристегивать. Скачется просто. О, нет. Ой-ой-ой. Да, вот это вот. А вот еще. Стой, стой. Его не удерживают. Подожди. Все, слез. Оля, ты провис. Дерево много. Держите его. Ты не подождал. Я бы тебе... Давай курсельку. Сюда. Мне надо подкрону. Мне надо подкрону. Мне надо подождать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Оттолкнись хорошенько от земли. Ты ноги не зажми. Да понял я уже. Ты лети какой-то. Вот так еще. Давай. Раз, два, три. Все. 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 Оставайся здесь. Обязательно надо снять. А ты азартная промышка. Молодец, а. Круселя. Я. Ладно, мы не переживаем. Это же зато процесс. Да, самый главный процесс очень интересный. Что делать? Ну, все нормально. Сказал. Я не убедил. У кого у меня? Я не знаю. Это этот. Форт Бояр. Форт Бояр. Форт Бояр. Панталоны. Кто нибудь ловите? Нет, сейчас. Руки в стороны. Не пропустите заветный кадр только. Ноги поднимай. я ж голова закружилась большими буковками там три было а здесь шага а 9 не тогда надо искать короче нам-то команда не вызвать им ключи не дадут и от них не отстанут нет ну в смысле им пару ключей они сейчас предупредят, да мы короче отказались нет, да они наверное не могут отказаться там залить на виду полу отлично ложится вот эти бумаги собрать весь текст просто встанут искать сиськи креша ты свой давай давай вот там я и говорю ты свой давай и что я не а я и я я это Кто открывать-то будет? Я принес, я ее открою. Открывайте уже, давайте посмотрим. Снимаем? Так, оттуда выскочит мышка. Опа! А ручки-то зачем? Это напоследок что-нибудь нет. Леха, ну, плави с собой. А ручки разбирайте. Очень такой спрятан, сейчас коллектив. Интересно, как было настроение. Очень подробно. Мне очень понравилась игра. Мне понравилась ваша организаторская способность. То, что вы смогли всех сплотить. Мы более, лучше друг друга узнали. Теперь можем свободно общаться, улыбаться, смеяться. То есть спасибо вам большое. Да. Ну, все правильно, да, все правильно. Зайки мои, мы уходим! А можно стаканчики? Рассаживайте, кого я еще не вижу. Сергей Николаевич, у нас здесь, я здесь. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Жеребков Михаил, город Тольятти, начальник отдела продаж. Я рад вас приветствовать на нашем седьмом замечательном форуме, который у нас называется очень даже здорово, все свои. А тема у нас будет управление в кризис, угроза возможностей. То есть мы постараемся рассмотреть за эти два дня, как можно уйти вообще от любых кризисных вариантов. Достаточно много будет выступающих, тютеров и так далее. А на сей момент я хочу поступить следующим образом. Я знаю, что вы уже все друг друга хорошо практически узнали за вчерашний вечер. А к вновь прибывшим и всем остальным. Поднимаемся, называем город, что очень краткое резюме о себе. Себе или о компании. Или о компании или себе. Это уже по желанию клиента, как говорится. Давайте начнем с края. С какого края? От меня лево, значит, ваш правый. Николай, город Уфа, представляю красивый дом. Супер. Спасибо. А в том городе, Сиритамак, вывещение в России. Супер. Марк, Сиритамак. Громче. Марк, Сиритамак. Работаем в сфере продажа, несения. Уже сколько лет? С седьмого года. Я представляю город Уфа. С какой-то стороны красивый дом. Мы занимаемся жидкими обоймами, ну и в той же время декоративно, что готовы. Ну, в общем-то, это такие вот два, две области, которые очень сочетаются. Супер. Продолжаем, Николай. Михаил, город Набережный Челны. Первый, полный в сфере. Спасибо. То же самое, Николай. Салон Кусь, салон Кусь, город Набережный Челны. Спасибо. У нас здесь много Николая. Еще один Николай. Мы все вместе. Мы все вместе. Супер. Хорошее название, прям как есть. Вадим, город Волгоград. Спасибо большое. Дмитрий Москва-Текалиц. Спасибо большое. Даница Марабская. Спасибо большое. Александр Бортен. Спасибо большое. Град Борт-Уфа, студия Декора. Спасибо большое. Эльза Борт-Уфа, студия Декора. Супер. Александр Фабрика. И все? И все. Хорошо? Прораб, власти. Прораб, мастер, самый лучший. Его это. Пошу, чем-нибудь. Да. Пошу, чем-нибудь. Юрий Мирубанзай. Отдел продаж. Супер. Работа с регионами. Новые дилеры. Спасибо. Надежда. Отдел снабжения. Фабрика красок. Работа с основанием. Здорово. Далее. Евгения. Фабрика красок. Экско-менеджер. Организация выставок. Работа с теми. Спасибо. Валентина. Фабрика красок. Отдел продаж. Хорошо. Оля, ты там за столбом? Да. Она за столбом. Фабрика красок. Дизайнер. Спасибо большое, Оля. Оля у нас отвечает. Будет подвесить. Алексей. Да, Оля. Алексей. За пустярской. Спасибо, Алексей. Машенька отвечает. Мария. Фабрика красок. Отдел продаж. Супер. Ну и я предоставляю слово первичное для вводной речи, так скажем, замечательному директору Сергею Николаевичу Рыбкину. Просим. Ну, начнем с того, что если мы уже познакомились, хотелось бы прояснить некоторые моменты, то есть у нас есть с вами некая обязательная программа, которую мы должны пройти, для того, чтобы приехали с вами в том числе и обучиться, объединяться знаниями, получить новые знания для того, чтобы каждый на своем месте мы могли... Нормально слышим? Каждый на своем месте вы могли применить их, чтобы увеличить свою эффективность. Как вы знаете, сейчас непростая ситуация на рынке вообще в целом, в России, в мире. И те знания, которые мы постарались подготовить для вас, вы, наверное, сможете их использовать, если вам этого потребуется. Хочу также вот еще раз Олю Черникова. Она будет полностью модерировать направление мастеров. Если еще о целях говорить, ну, наверное, те знания, которые мы можем вам дать, это лишь та маленькая доля того, что вы можете дать каждой себе. Поэтому давайте постараемся работать с командой, чтобы каждый из вас мог реализоваться, показать все то лучшее, что он знает, обладает, что другие люди могли это взять и воспринять. Я думаю, что люди у нас еще будут подъезжать. Я правильно понимаю, что еще подъезжать будут. И Казань у нас еще чуть-чуть больше. Казань, Валпласт. Казань, Валпласт. Кто еще у нас должен подъезжать? Кастон. Кастон тоже в Толея из нас еще должен подъезжать. В зависимости от того, какой цвет нарисован, соответственно, к той команде они относятся. То есть вот мы как бы все оранжевые, а все остальные, если, допустим, у кого-то зеленый цвет, вы собираетесь в одну команду, вы работаете в этой команде. Те, кто с зеленым цветом, синий и все остальные. То есть зеленый, синий и красный. Зеленый, синий и красный. То есть три команды, соответственно, три команды должны скооперироваться вместе и работать. В общем, да. Вкратце, наверное, хочу рассказать о той программе, о которой у нас предстоит. У нас два дня. Первый день мы постарались сосредоточиться на экономии. Причем экономии в каком контексте? То есть это вопрос нашей эффективности. То есть как мы можем снизить наши затраты. Это как касается и управленцев, так и касается мастеров. Для того, чтобы тот ценник, который мы можем предложить, он был максимально низким. Но это было низкое не за счет того, что мы жертвуем прибылью или своими деньгами, а упрощаем процесс. Процесс или материал, или еще что-то. Для того, чтобы мы могли брать крупные объемы. То есть вот это все, что сегодня будет, это связано непосредственно с этим. То есть мы будем ориентироваться, как же мы можем брать большие объемы при увеличении эффективности труда со всеми текающими последствиями. Завтра день будет посвящен тому, чем же мы отличаемся на рынке и чем мы эксклюзивны. В принципе, это тот посыл, с которым мы в этом году вышли и, наверное, еще будем нести его в первую половину следующего года. И коллекция у нас подряд заточена, и, ну, вот этого года, который мы будем презентовать, и, наверное, все посылы. Поскольку, ну, наверное, многие знают, что в кризис больше всего просаживается именно середина рынка, то есть некий такой средний класс. Топ-рынок, VIP, персоны, они все равно, они покупают, как продолжают покупать, так продолжают покупать. А также эконом-рынок, он тоже, соответственно, становится чуть больше за счет снижения, скажем, покупательской способности. Поэтому нам нужно иметь предложение в этих двух сегментах. То есть после того, как мы сегодня презентуем компанию и те основные направления, стратегии, которые есть, мы поговорим о том, что экономия на себестоимость, увеличение прибыли. Потом мы разделяемся, у управленцев идет круглый стол проблематика совместной работы, то есть нам необходимо обсудить какие-то моменты, которые улучшат наше взаимодействие между собой. У мастеров идет доклады технологические подходы для экономии и технологии. После этого у стеров идет мастер-класс по трафарету и работа с оборудованием. У нас у правленцев продолжаются дискуссии на тему новые материалы, новые рынки, новые продукты, то, что мы можем, в общем-то, зайти для того, чтобы увеличить свои позиции. Хочу сказать, ну, опять же, кто-то знает, но в целом, чтобы обобщить понимание о том, что же такое компания. Рисовать ведь некий аватар. Аватар то есть то, на что мы похожи, чем мы отличаемся от других. Мы считаем, что это, наверное, важный элемент, поскольку, наверное, нам не нужны все клиенты, нам не нужны все рынки, нам нужен тот бизнес и те потребители, которые нам комфортно и интересны. И хотим работать с такими же людьми, с которыми нам комфортно и интересны. Вся такой вот жизни компании, хотя это юридическая ее как бы дата основания, а мы на самом деле работаем уже гораздо дольше. Игорь Вячеславович Пахачев, Виталий Макаров, он сейчас в Петербурге. Это три друга, которые компания основали. Это мастер, технолог и менеджер, непосредственно. То есть мы смогли выстроить такие отношения. И это же послужило следующим разимой, то, что у нас компания партнерская. То есть более-менее все понимают, что подобные бизнесы развиваются в водительской сети, но мы стараемся даже не называть наших дилеров дилерами, а стараемся называть партнерами. Почему? Потому что мы проводим границы компании гораздо шире. То есть не по штату компании по фабрикански, а по всем партнерам и дилерам, которые сотрудничают. Это дает возможность обменяться знаний, обмену опытом, ну просто элементарной поддержки друг друга. И тут вторая наша родина. Ну а если мы говорим об отличиях, то вот первое. Это мы компания друзей, компания партнеров и компания с эмоциональными составляющими продуктами. Ну как я уже сказал, наверное мы были в какой-то степени первым производством полного цикла. То есть наши станки заработали еще, наверное, до 2000 года. И я не помню, в России компания, которая, наверное, пока я ее не помню, которая по своим полностью технологиям, не где-то купленным у итальянцев, это не являлось, например, какой-то производственной составляющей чьей-то другой компании. Сами открыли производство и сами в своей технологии полностью работали. Это тоже наше отличие. За эти годы вот был такой интересный случай, то что мы обратились, ну как бы ищем дальше партнеров, обратились в частности в Саратов. И есть там компания, которая занимается уже там, не знаю, 10-15 лет итальянскими, ну, красками-итальянскими. А причем они и сами, наверное, надо нас слышать, насколько я помню. И я говорю, а когда разговариваю, выяснилось, а почему, в общем-то, вы обратились к нам, мы искали российского производителя, который может предоставить хороший продукт в ВИП-сегменте, но имеет достаточно хороший опыт, ну там вообще какой-то опыт. И в вашей компании мы изучили сайт, вот да, компания с 10-летним опытом, у вас есть имя, статус, имидж и, соответственно, это какие-то новички, поэтому они нас убирают. Действительно, сейчас в кризис, многие начинают или отказываться, или брать дополнительные продукты на российский, поскольку понимаю, что цены на продукты растут. И мы нужны, между тем, производители именно с опытом. Хочу сказать, что мы придерживаемся принципа лидерского продукта. Мы стараемся, чтобы наш товар всегда имел несколько отличий. То есть у нас есть ряд, ну, прайс и ряд продуктов, которые сидят у их компаний. Тот же хайпер шелк, это было первое покрытие, которое выпущено на рынок в этом сегменте. И там бриз, например, и другие покрытия. То есть всегда вы можете сказать, что у вас есть продукты, которых нет других компаний. И это не то, чтобы разовая ситуация, это наш принцип работы. Мы регулярно выпускаем подобные продукты, чтобы вы могли на своих точках, своих клиентов, своих дизайнеров, мастерам, сказать, что помимо того, что есть у всех, у нас есть еще лучшее отличие. Также, кто не знает, я об этом тоже очень много будем говорить, уже с 2006 года примерно в нашей прайсе есть такое понятие коллекция домостроек. Сейчас это выделено в отдельную линейку, в отдельный бренд, который мы его тоже презентуем. Это покрытие из экономичного сегмента, где вы можете с минимальной ценой выходить на максимально большие объемы. Обратите на это внимание, поскольку, в том числе, в периодические времена, это важно, иметь первую цену для того, чтобы зайти на объект. Об эксклюзивных продуктах я уже сказал. Также хочу сказать, что мы расширяемся на новые рынки. У нашей линейки появились такие продукты, как термо и нано. Т.е. термо – это рынок энергосбережения, энергосбережения и утепления. У нас есть целый перо утепления, у нас есть отдельная декоративка, которая является утеплителем. И этот рынок хоть и связанный с нашим, но дополнительно другой, потому что основная функция его другая. Рынок бактерицидного, о нем тоже отдельно мы поговорим. Что это за рынок? Это рынок, хотя мы понимаем, что в нашем городе краски, лаки содержатся нано-серегло, который является подтвердительными свойствами, обладает. Мы говорим о рынке именно здоровья и красоты, поскольку это другой принцип, об этом мы тоже покажем и расскажем. Если говорить о маркетинговой стратегии, ну вот, хочу опять же понимать, что я вот описываю аватар компании. Это все началось давно. С первых лет жизни компании, когда мы начали заниматься социальными проектами, сначала отдельными проектами, потом это вылилось в проектах состояния, потом это переросло в ArtCity, в ArtCommunity и все, что связано с взаимодействием сообщества с облагораженной городской среды. И форум седьмой, в том числе, посвящен тому, чтобы вот этот опыт разливать на вас. По коммерческой стратегии, то мы всегда можем предложить первую цену. У нас, если говорить о домострой, у нас есть коллекция ДКРУС, это коллекция в премиум сегменте, и там вы можете получить максимальную маршинальность, поскольку это где-то, да? Рассказать о том, куда мы все-таки будем двигаться в ближайшее время, куда мы вообще, в принципе, идем на сегодняшний момент. Идем к тому, чтобы создать настолько эффективную команду, которая будет соответствовать как вашим запросам, так и нашим запросам. Хотелось бы по-прежнему, как на сегодняшний день вам показала ваша игра, чувствовать себя полной командой. Командой тех, которые смогут продвигать и свои интересы, и не интересы все-таки фабрики красок в своих регионах. Ну и я думаю, что все-таки в будущем построить такой замечательный дом, который будет называться. Мы вместе будем продолжать под этим лозунгом двигаться дальше. А сейчас я хочу кратко перейти к такой вещи, как панельная дискуссия. Постараемся поговорить об экономии. Экономим на себестоимости и за счет этого постараемся увеличивать собственные прибыли. Что можно сказать по этому поводу? Я думаю, что здесь, наверное, не столько даже я, сколько хотел бы и вас тоже слышать. Потому что не надо дремать. Я не думаю, что вам интересно то, что здесь перед вами просто кто-то будет выступать. Включайте дискуссию, полностью давайте попробуем пообсуждать такие вопросы. Первый вопрос, который я вывожу на обсуждение, что мы можем уйти именно к направлению увеличения прибыли, но вот допустим, как такой момент, который является все-таки знанием техник нанесения различных материалов. Это знание, в принципе, вообще продукции. Допустим, у нас есть, у кого-то есть какой-то излюбленный материал, который вы уже научились экономить. Кто может сказать, что на сегодняшний момент вообще экономичнее всего доносили, то есть из нашей микрорайки? Краску разбавленную грунтовкой. Тоже хорошо! Классно! Дальше! Я, допустим, столкнулся первый раз с такой техникой, как нанесение минерал-стоун кистью, а потом, то есть, наносить в воздух и смывать потом в коричневую тольку. Получается достаточно интересно, а вот Оль там чего-то там уже показывает, да, уже интересно по базовой продукции. Вот. Что, может быть, кто-то из вас тоже подобное применял, использовал и так далее? Сейчас, так скажем, больше, наверное, вопрос даже к мастерам. С таким интересным цветом, то, что дополнительная колеровка дает только как бы красоту, сложный цвет получается. И такой же техники. Это гораздо дешевле получается, чем минерал. Супер! Вот видите, еще одна техника. То есть, 80% операции на объекте сделаны, как Миша сказал, уже не профессиональными руками, по крайней мере, да, доза профессионального надзора. Все это для того, чтобы снизить ценник, ну, опять же, как я уже говорил, уже не за счет собственной маржи и накрутки на это, и не за счет собственного времени, а за счет упрощения операции и, соответственно, более дешевой робочей силы. Абсолютно нет. Вот. И я думаю, что Ольга еще сегодня очень много показывает тех техник, у мастеров, которые позволяют именно сэкономить на скорости внесения. Вот. Насколько я знаю, вы, как раз я приезжал, вы делали пульверюк, по-моему. Да, мы 500 квадратных метров сделали за две недели. Вот. Причем, я думаю, что следующие 500 квадратных метров уже сделаны почти за неделю, да? Возможно. Потому что вы в кадр разогнались там достаточно так серьезно. Также есть, например, определенные у нас продукты, которые позволяют создать, в принципе, достаточно достойный декоративный эффект. Например, у нас есть шок базовый, например, у нас есть, например, гель-клубное серебро, в котором выисмешивание дает достаточно интересный эффект. У нас есть мультикалор, который дает определенные тоже дополнительные визуальные эффекты. И все это может послужить, да, для больших объемов. То есть это торговый центр, офисный центр, или, как сейчас Максимом разговаривали, на муниципальных объектах. Это достаточно большой объем работы, который можно и нужно брать. У муниципалитета они как были бедными, так и остались бедными. Даже в приезде, да? То есть это деньги любят всегда. В принципе, если с грамотным подходом, то можно брать и ДК, и школы, и все, что связано с муниципалитетом. Абсолютно. Но, тем более, уже и опыт есть. Как бы у нас первичный опыт. У нас Степан не так давно съездил в школу имени Балакева, сделал в комнату. Достаточно, как бы, у нас все прошло, так скажем, на очень экономичном уровне. И причем экономить мы снорались даже не столько на материал. Материал особенно экономичный. Но все вышло экономичное. Да, комната небольшая, там все, но... Здесь надо понимать, смотрите, когда мы берем частного клиента, да, то, как правило, ну, пускай у него есть коттедж-квартира, ну, может быть, даже в лучшем случае у него есть некий бизнес, где мы тоже можем применить себя. Ну, возможно, у кого-то нас порекомендует. Если мы берем в муниципалитете, то если ему понравится руководитель школы, во-первых, так, например, школа, да, это огромный объем, это постоянно. Это постоянно, каждый год школа ремонтируется. Это большие объемы, которые измеряются тысячами квадратных метров. Более того, надо понимать, что они связаны между собой, эти люди, да. У них есть какие-то там союзы, комитеты, встречи, форумы, где они достаточно хорошо обмениваются этой информацией и передают из Лукутина с селов и подряды организаций. Да, муниципальная сарафанная радио. Муниципальная сарафанная радио. Потому что кто один сделал ремонт и сделал его, грубо говоря, за копейки, даже не участвует ни в каких там, ну, им положено это, конечно, аукционно выставлять, но зачастую у них есть сельства, которые распределены именно на текущий ремонт. То есть там на выкрас одной комнате. Вот она сегодня выкрасила, ей понравилось, она сказала, да, ребята, вперед, заре на встречу. Она пошла, директорисе с соседней школы звонила и сказала, а я сделала вот это за 25 тысяч вот эту комнату. Прийди, посмотри. Она пришла, посмотрела, а у нее и 500 уже квадратов и так далее, и так далее, и так далее. Да, это те клиенты, тот рынок, на который не так просто залезть, потому что для этого нужно иметь действительно внутреннее, хорошее, эффективное, экономичное предложение, которое позволяет нам, с одной стороны, зарабатывать, с другой стороны, выставлять недорогой ценник. Это нужно определенная, ну, упертой с точки зрения, зайти, выйти, сделать объекты. Но дальше это достаточно неплохо распространяется. И те продукты, которые мы будем показывать, рассказывать, и те подходы, они, как раз, в том числе и об этом. Чтобы мы могли брать большие объекты, в том числе и муниципальные. И, соответственно, наши люди, наши мастера, даже в кризисе, с которым будет сильным там, они, по крайней мере, сидели на работу, не уходили из отрасли, не перекрестировались в кого-то еще. Вот. Что еще? Ну, здесь еще, наверное, по-прежнему можно отметить другие типы, которые можно использовать вообще в работе. То, что нам помогает сокращать вообще расход материала, это, скорее всего, использование все-таки какого-либо оборудования. Опять же, то есть, использователи, аэрографы и так далее, и так далее, компрессы. То есть, все, что связано с тем, чтобы нанести как можно дольше, вот, хотя бы, эффект практически. Ну, здесь я, да, здесь добавлю, вот, немногие из вас работают с граффитограцией, например, да? Не красите, например, Максим, например, да, я помню, мастер по граффити. А мы в свое время покрасили себе такому центру по понятию граффитограцией. Это материал, который красит из компрессора, причем количество нагрузка регулирует сам человека. Это может быть, вот, от 70 грамм на квадратный метр до половых килограмм, в зависимости от подготовки. Да, научиться работать с компрессором, вот, с факторами, что готовка не так легко, но когда вы это научились, то при покраске такого центра можно за один человек по одному сделать, там, и 300, и 400 метров, что, соответственно, отражается на производительности на центре. И, возможно, стоит вспомнить об этих материалах и об этих техниках, и мы будем их показывать. Также хотелось, чтобы вы включали в голову при определенных таких интересных вещах. Вот, например, у нас был объект, это библиотека Автограда, что, как вы знаете, все советские здания подобного года, ДК и так далее, были покрашены такими шубой цементной, с белой цементом, по-моему, там, с крошкой, с какой-то, со слюдой. Ну, то есть еще, там, в 70-х годах, вот, взять такие, по-фактону, и, значит, что с этим можно сделать? Ну, что с этим можно сделать? Можно щищать пытаться, там, тортой пример слой, наверное, да, вместе со всеми штукатурными. Это надо, вот, просто вагоны вывозить автоград, потому что площадные большие. Другой вариант – зашить гипсокартоном, покрасить там долго, когда получается долго. Что мы предложили? Поскольку, ну, представляете, что такое у себя шуба, да? То есть определенные ткани такие. А как можно использовать данный контекст? Мы что сделали? Мы чуть-чуть, грубой шмолкой, это все дело пошкулили, просто сделав так, чтобы, ну, хотя бы шапки, вот эти, гамбы, они были более-менее на одной плоскости. Все это загрунтовали, чтобы мы припили, поскольку теменная шкатурка, потому что она начинала осыпаться. И сверху кистью нанесли провинсин, Ольга будет показывать эту технику, и потом просто уже перегладили. То есть мы использовали уже имеющиеся рельефы шкатурки для того, чтобы его не создавать вновь, а, ну, залезть в эту цену. Получилось очень дешево и достаточно неплохо. Также мы можем выступать, например, с блоками, с таким бичом, то есть не перекрывать шкатуркой, а просто декорировать по имеющейся фрактуре. То есть использовать некий контекст. Ну, вот я, смотрите, я о чем хочу сказать. Именно сегодня мы будем говорить все, что связано с экономией, погружение в этот вопрос, чтобы вы могли сами себе и в других найти ответы на эти вопросы, как же можно снизить ценник, снизить, ну, увеличить эффективность. А завтра уже об эксклюзиве. Поэтому не то, что вы говорите, давайте делать дешево. Мы можем делать дешево экономически, а завтра будем делать уже эксклюзивно. Обязательно. Дальше, то есть, о чем хотел просто говорить и сказать, это, скорее всего, наверное, использование конвейерного труда. Это не настолько, так сказать, вново, все-таки в конечном итоге, но это, опять же, я коснусь того, что использовать труд, так скажем, мало квалифицированный. Один, опять же, идет с грунтовалкой, второй, как бы замечательно сказал Дмитрий, тоже нанес краску, третий, пошел уже основной, нанес материал, третий, пошел и четвертый, пошел след за ним, уже закрывать основные материалы. С чем и использовать дополнительную, все-таки, помимо того, что конвейерный, и все-таки это все делать, разбивая на квадратные полосы, то есть, чтобы уходить от большого количества брака. Добавлю, если мы опять же говорим о том, что мы используем на 20% какая-то недорогая рабочая сила, это или студенты, или мало квалифицированные работники, которые не знают этот продукт, то нам желательно лучше, когда мы делаем объемы, соответственно, как тоже дизайн-то закладывать, чтобы это были бы. Ну, вот, опять же, тоже в библиотеке про автограду вспомнил, да, когда мы делали про этой старой шпакатурки тревизина, а мы специально предложили, чтобы была расширка через метр, ну, имитирующая, что это является некими такими мараулными панелями, как-то, да. Чего мы избегали? Это действительно возможности просекать сразу на всю стену, и в будущем, соответственно, простой и легкой реставрацией, и упрощаясь за счет этого процесса. Ну, опять же, и ускоряли процесс. И ускоряли, да. То есть, когда мы можем делать без переходов, как бы у нас кусок стены, мы его отделаем, и он получается достаточно экономичный речек. А о чем я хочу сказать? То есть, нанося даже какие-то спокойные, нормальные материалы, но используя там, не знаю. Тем же самым минералством закрыли, грубо говоря, всю стену, потом закрыли вакуум, как он зеленого цвета, и в конце концов взяли, и сделали птички. Эффект уже обалденный, так скажем, ну, да-да-да. По декоративному покрытию уже есть какие-то свои виды, которые точно напоминают, поляну светочную, или море, или небо, там, я не знаю, горы, волны и так далее, да? Крокодилов, да? То есть, шуру крокодилов, можно сказать. Вот. И добавим лишь ремент небольшой, потому что мы работаем, где-то на этом месте. У человека сразу складывает ощущение именно то, что там было. Можно же было там, да? Ремент сделал крокодилов? Можно, можно. И получилось бы, что он море крокодилов, да? Вместо стены уже. Да. То есть, таким образом, когда человек получает достаточно продукт, который он хочет, мы не затрачиваем лишние усилия, а мы берем нормальные деньги, и сейчас включаем то, что он хочет, в общем, на эти деньги, как раз. А ты уже сказал о живой воде, все высказали, да? О практической операции. Так. Что еще? Мы с практической подошли действовать. То есть, то, что мы хотели донестируйте? Я считаю, что мы донесли. Я попытался вытащить недискуссию, но давайте не все. Ну, я думаю, говорить в команде, потому что у нас пойдет быстрее еще в семье. Может быть, коллеги, есть у вас еще какие-то предложения, подходы, где и как мы можем снизить себестоимость объекта за счет, например, применения материалов, применения технологий, и может быть все. Поделитесь с нами и с друзьями. Вот. Потом вот это ты говорила, когда мы их совмещаем, там вот двух, мы еще раз объекты объекты. Вот так вы добились скорости проверюем на беды. Мы за две недели 500 квадратных метров на двоих. Вот. Мы тоже, примерно в эти же сроки, у нас был объем по 400 метров, это салатурная надежда, балмаз под пленкой тоже мы делаем. То есть достаточно быстрая технология. Тоже человек один наносит, второй там отправляет пленку, там вот тридцать, там вот тридцать снимает человек, и происходит достаточно быстрая операция и, соответственно, вот за тридцать снижается. Коллеги, есть что добавить по этому поводу? Менялись мы местами. Шахматили. Как? Шахматили. Делает кусок, пол квадрата один человек, рядом стоит, пол квадрата делает короче. Потом, чтобы подняться вверх или вниз, раз местами поменялись и пошли. И в итоге получилось вот так вот, все, хаотично разброшено. И рисунок не, он левша и я правша. Рисунок получился равномерный. Это хороший, что такое? Вот это его рука, а вот это его рука. Не было такого. Проблема у двух классных мастеров на одном объекте, потому что нельзя, потому что технология украсть своя, да? А вот такой методологии позволяет, в общем-то, совместить. Настолько совмешать, что и не поймешь, где чья рука нашла. Да, и мы потом уже и не заметим, где чьё. И сами не знали. Делите области, грубо говоря, и вот там... Практически фрагментально получается. Фрагментально, да. Один здесь, второй здесь, а потом оно все связано. Здесь так, здесь так, а этот там раз пошла как-то не так, раз поменялись сразу. Переход. И другая рука, она тут же все исправлена. Здорово, слепоход. Здорово. Еще у кого-нибудь, может поделитесь, не жмодягничайте. Группа А, управление. Александр Кренко, Стройкорп. Алексей Самара, Стройк. Надежда Ищенцукиев. Далее, группа Б. Леонид Самара, Стройк. Сергей Омский. Дмитрий Москва. Владимир Казань. Евгений Купа. Елена Краскон. Не приехала еще. Не приехала. Группа С. Галина Балпасов. Тоже не приехала еще. Дмитрий Волгоград. Группа С. МАСОР Казань. ВАСОР. Казань. ВАСОР Касань. ВАСОР. ВАСОР. Ну да, я тоже думаю, что ВАДИМ ВОЛГОГРАД. Вероника Наберзы Чевны. ВАДИМ ВОЛГОГРАД. отдельно и скорее всего рассмотреть хай-тек шелк как у меня выводится я пишу цвет на компьютер он вводит не в форму он один к одному а шелки там воски все делится воск на десять процентов делится на пятики и на десять процентов видео но следующий у нас программка у всех на руках да вот то что у нас называется круглым столом проблематика совместной работы хотелось бы здесь поговорить первое это по скорости вывода новых покрытий вывода на рынок новых материалов скорости качестве выпускаемых материалов и насколько новинки у нас соответствует нашим ожиданиям и первое что хотелось поговорить с вами совместно потому что это касается и вас первую очередь это как раз центр управления заказами с каким проблемам вы сталкиваетесь хотелось услышать вас не складывается и так далее так далее так далее когда на вас неправильно выслушали неправильно записали сделали ли тот заказ который вы имели в виду нет обычно давайте часто бывает так что оформить заказ и прочитать объемы на деле приходится дополнительное соглашение с людьми делать если работа по договору потому что так иначе допустим сначала человек не вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь вот этот объем то у него начинаются дополнительные объемы давайте еще вот здесь делаем вот тут и вот здесь у меня еще панажик там вот тут вот надо и вот там то есть объем вот он практически 90 процентов и тогда то есть у нас получается вы у нас заказываете получается материал догонку у нас нет у нас наличие на складе есть это уже взаимоотношение только с клиентами только с клиентами потому что они как бы услышали обычно клиент услышал сумму и у него понимания нет что дополнительные объемы объемы выросли надо дополнительные чего оплату производить то есть как-то ориентируется может может быть тогда за часто растет может быть на самом деле тогда это и оговаривать сразу заранее то есть но и прописано договоре договора читать многие просто не читают и ну естественно то особенно тех которые у нас по звездочкой и мелким шрифтом поэтому ну как вы выходите из этой ситуации что подставляем читать договор снова ну да немножко хоть снова это тем не менее всегда проблема такая бывает сейчас мы уже перешли на то что вот прямо четко оговаривать то есть у нас там есть договоре приложение номер один как предварительный расчет и предварительный расчет приложение номер 2 где окончательный расчет уже после того то вот у меня первый вопрос кто выдает предварительного расчета кто окончательный но у нас построена так допустим человек пришел посмотрел материалы ему что-то понравилось либо с дизайнера пришел сначала дизайнер дает свои расчеты у дизайнера уже это есть либо просят если расчетов четки дизайнерских нет по квадратуре уезжает наш прораб он замеры делает электронной рулеткой вот что его показали сделать он четко проверил все эти данные дает салон салон уже заключает договор и там прописывают уже приложение четко то есть какой объем там допустим ванна туалет там не знаю холл без разницы квадратура материал какой используется техника нанесения и цена сумма то есть это приложение первичное согласовывать да да действительно здесь все правильно подписывать а потом когда люди выходят согласованные сроки на объект заканчивают одно как бы провели работу если дополнительно какие-то объемы показал что давайте вот эту стенку сделаем вот эту вот эту и все померяют уже четко выполнен работу подают данные в салон и он уже приезжает на сколько как для много претензий все-таки именно таком а там по-другому сейчас очень сложно нет ну как мы сразу клиента сейчас мы просто это на это акцентируем сразу что да вот этот расчет этот предварительный по факту будет просчитаны объемы вам даны ваше святое право это проверить объемы то есть там по сути при только по качеству могут претензии и по объемам объем он всегда может проверить на объемы специально просчитываем вообще до сотых долей процента и как вы округляем в самом конце лучшем в зависимости от того какой поганже то есть вы нас взяли у вас нужен нас до 50 сантиметров когда у нас поганож то есть если допустим от пяти до десяти сантиметров там одна сумма допустим он сразу нет условно говоря условно возьмем в квадратный метр там 400 рублей то есть если допустим до 10 рублей сантиметров это где-то 150 рублей, там до 250 это 250, а если все 500, там 400-500 миллиметров, ну это полная сумма те же самые 400 рублей. Потому что возни с углами, как правило, бывает очень много, тем более там на минеральных материалах постоянно возня с уголками. Чем больше возраста, а дальше 60 уже квадратуры. Этим бывают проблемы, то есть возвращать уже в нормальные баночки, то есть нормальный выплитель, все равно с этим проблемой. Нет, колерованный материал мы вообще не принимаем, а неколерованный материал мы принимаем. Если оно нормальное упаковано, никто его не трогает. Ну и что, ну колерованный, он же никому не трогает. Мы возвращаем вообще по закону, по закону, окрашенные материалы не возвращаются. У нас и написано. Но это, между тем, это, ну допустим, в моей компании это, ну такая, хорошая, мое конкурентное преимущество, я забираю материал назад. Тем более, что я знаю, что с этим материалом я, опять, мои же люди выйдут на другой объект. Мне какая разница, что в баночке не презентали. Ну там, да. То есть они все равно... А же колерованный или колерованный? Нет, не колерованный материал принимают. Колерованный я не принимаю. Где вся гарантия, что не накидали ничего там? Это только мои ребятка. А, твои. Да, вот мои люди выйдут на объект, то есть я знаю, что туда не накидаешь. Что им потом все равно с этим же материалом работать. Если они накидают, то они потом проблемы грибут. Поэтому от сторонних я сразу предупреждаю, я вас не приму. Я сделаю вам четкие расчеты, чтобы у вас на вашу квадратуру этого хватит. То есть не придете ко мне еще за материалом. Но если у вас немножко там сколько-то остается, килограмм 2-3, я вас назад не приму. И минеральный материал стараюсь не принимать. Я расчет просто нормально уже делаю, опыт-то есть. Правильно материал остается. Очень часто это таким большим плюсом является. Вот допустим, мы выходили в Заянск. Там где-то порядка 180 квадратов было хай-тек-шелк на потолке. Но начали наносить. Клиент говорит, давайте у него вот так вот сделать. И получилось, что фактура очень мелкая. Ее не так много. И у него остаток материала такой будет существенный. Где-то процентов, наверное, около 30. Ему сразу так интересно. Он говорит, а давайте еще. И мы ему еще там примерно 70-80 закатали. То есть по сути мы не потеряли ничего. То есть материал продали, а на работе еще заработали. Ну в принципе вот так. А если наоборот? Он выбирает более фактуру. А в чем проблема? То есть он же это видит. Мы же этот материал никуда советуем. Он выбрал вот эту фактуру. То есть наносит? Ну у вас, смотрите. Но это уже его проблемы. То есть мы же этот материал по карманам не распьем. Мы же никуда не девали. Я хочу, привезу на объект 10 ведер, а потом 8 навезу. Ну то есть в принципе мне никто ничего не может сказать. Нет, пожалуйста. Нет, просто человек выбрал материал, да? Ну я вижу, что вот здесь, допустим, расход 100 грамм, да? Мы сделали, он говорит, вы знаете, что-то мне нравится. Вы хочется там как бы поплотнее там нанести. Ну вы знаете, здесь как бы фактура плотнее, да? Здесь 200 грамм. Ну, соответственно, стоимость будет больше. Он любит всего. Он говорит, да, да или нет, нет. Я вижу. Пишем пограничные расходы. Хорошо это, плохо пользуетесь вы этим? Хуже стало, лучше? Ну, на самом деле, мы, допустим, свой прайс не меняли. То есть исходили из тех данных, которые у вас. Но мы всегда человеку сразу говорим. То есть вот здесь это данные производителя. Это не наши данные. То есть, допустим, вот у вас в стороне получается килограмм, как заложено. У нас в среднем, в среднем, говорите именно в среднем, у нас получается где-то в районе от 750 до 830 где-то грамм. Ну, это когда большой объем, ровные стены, то есть в идеальных условиях. То есть, как человек сразу говорим, то есть, по расчету вам делаем по килограмму, останьте и заберем. Не вопрос. Ну, и часто забираем 10, 15, 20 процентов. Все равно, если, допустим, на материал, может, человеку надо выгнать по 100 тысяч, у него 15-20 тысяч вернется назад, ну, они очень часто бывают по этому моменту, расчету по максимальному. Да. Вам интересно, а такая, чтобы легкая и красивая была. То есть, нормальный мастер, кто-то там грамм за 200 при определенном цвете закатает, а кому-то и 300 не хватит. Вот мы и сделали такие расходы, то есть, у нас прям первая колонка идет из расхода идеального, то есть, там, вот, знаешь, там 200 грамм, грунта не 150, а 100 грамм и так далее. А вторая колонка идет, где идут расходы, наверное, максимальные. Да, ну, вот смотрите, как это выглядит. Ну, здесь он более дизайнерский уже оформлен. Вот, это, по сути, табличка из Excel, которая в Excel. То есть, здесь расход минимального до максимального в этой технике, ну, то есть, ну, понятно, что грунт-универсал, органза, то есть, это пирог. И здесь упаковка, стоимость... Вот, три техники нанесения, в основном говоря, одного и того же покрытия. Как правило, верховность техника более экономичная, да? Да, 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 да. А в результате техника более нормальная, как бы, как бы, максимальная, да? Можешь уменьшить немножко? Вот так вот, в общем, да. А вот здесь мы добавили, это, по сути, наше техническое описание, которое вы здесь все видели, но она более переработана на, ну, сориентирован на клиента, то есть, без лишних каких-то заморочек, там, сложных и длительных. А основные вещи, три основных свойства материала, там, ключевые моменты по нему, да, куда он применяется. Ну, то есть, такой ориентир для выбора, в том числе, чтобы упростить работу, или клиент, или сам мог выбирать, или как-то ваши менеджеры, не разбирающиеся еще в продукте, могли тоже аргументированно выбирать. Или даже этот прайс может использоваться, так вот, ну, прайс, или вот, все в целом, как некие обоснования, потому что не каждый может менеджер адекватно доказать, почему именно это покрытие нужно. Ну, как же, почему? Вот здесь написано, идеально для ванных комнат, там, тот, тот, тот. То есть, это такое... Да, можно... Так стабильно, дело, 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 дело... Она, правда, сделала как... У вас есть задания, которые в течение двух часов вы решаете, и потом мы выбираем лучшие. Если нет... Как это? Нет желания собраться там в одну другую команду, давайте назначим капитанов, капитан выиграю в себе. Эльза, я думаю, вы подойдете на роль капитана. Леша, давайте, у нас работа такая, у вас дорожка, у нас у нас тут нет, я не знал, что пить, и мы уже, у нас должны пить полотенце на столах, у нас вниз, вы там, где-то тебе, вы тоже придут. Посвящается экономии на трудозатратах и на материале, то есть вы можете подумать экономичную технику, экономия на материале, то есть взять какой-нибудь, например, домостро, это самые наши недорогие материалы, либо даже совместить и то, и другое в своем выпуске. Совмещаете? Может быть, и то, и другое в своем выпуске? Ну, мы и оба ее, например. Сейчас проясним, не нажимай, не? А куда? Видели где-то на выпуске? Да, просто это, у нас где-то фотографии какие-то видно, а как делал, все-таки, да, и вот так. Р КСК и doom Максимум А если ведь можно замачивать conventional руки, то есть вот, вот пишите. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать в Казахстан! 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 Во-первых, мы можем дать объем сразу, абсолютно любой объем, боясь потом, что это от стены отвалится, это его рельеф, там все что угодно, то есть сколько есть, например, в бедре, в слой или в поле что-то быть. Все это, да, сцепляется со стеной, мы выводим форму. Опять же, форма может быть грубоватая, изначально выставляем все, но все хорошо. И потом при высыхании работайте с материалом столько, сколько вам нужно, вводя форму, завтра будет мастер-класс Бартмасс уже, в применении его как для художественных работ, придет художница есть, которая уже работала. Накрыли пленочкой. Вот первый вариант, значит, сделаем, похоже, если на 3D панели, да, возьмем шарик и прокатаем для того, чтобы сделать какие-то вот узоры. Можно дождаться насыхания и обработать наждачные бумаги. Да, в отличие от гипса, обрабатывается легче, быстрее. И красится, и негатив швур. А как от масса к трещинкам? В принципе, он держится. Держит, да? Очень круто. Очень-очень круто. Очень-очень круто. Шикарно. А что же? А мы сейчас побалуемся. Вот этот заказ, посмотрим, как его еще можно нанести, а не применим как бы. Он, конечно же, просто фактуру, да? Он дает очень интересную фактуру. Синяки. Видите? В этом случае, если она наносина сделает и делает портунги заказы, то есть просто на кастрюлю. Аппетитный какой-то состав. Да. Кто-то даже на месте классика не ходит. Очень хорошо держит пол. Можно было таким же. Здесь уже можно из других материалов делать защитную. И очень легко шкурить она, да? Да. И что так уже делать? Здесь еще по пленке, но я думаю, что сейчас побольше тогда стоит, да? Видел пуфики? Видели? Нет? А, видел пуфики? Да, вижу. Как я делаю? Знаете? Давай. Конечно. Кленочку тоже давай. Ну да, через все. Ну да, через все. Да, через все. Возьем, что это? Да, может, да? И как раз. Да. Я не могу. Я не могу. У меня, у меня, у меня, у меня. А, бед, это, мода, там есть? Я здесь немножко поторопилась. Все, это подсыхает, пленку снимаем. А пленку надо подождать, чтобы она сразу начинает? Можно сразу не дергаться, да. То есть от массы не боится снимать? В пленке будет почти нет. Человек, который у нас еще, я не знаю, даже это... Ну, классно. Ну, видите, немножко не... Здесь уже нужно прямо доработать, вот сейчас, когда мы взяли. Шорты. Вот, все взяшко. Следующий мастер-класс будет проводить Александр Скрыльников. Он нам покажет экономичный у нас сегодня день про экономию, экономичные техники, экономичное нанесение баумасса с кистью. Правильно, Саша? Да. И Мираджу. Очень интересный способ. Я не знаю, как его оперативить. Хотите, смотрите. Спасибо. Добавляем туда процентов, наверное, 15. Восковой эмульсии. Восковой эмульсии. Тщательно размешиваем. И еще воды добавляем. А воды сколько, Саша? На того же, где получилась вот такая вот сметана. Это что у нас? Это баумасса. Баумасса с восковой эмульсией. Там надо будет потом защитить. Почему? Потому что слой достаточно тонкий. На объеме. И двойность будет достаточно ощутимо. Давайте я вам помогу. Давайте. Работать лучше вдвоем. То есть один человек наносит, а другой делает рисунок. Если это большие объемы. Если фрагменты, то можно одно. Достаточно подпишать. Всегда можно поправить, если что-то не понравилось. Достаточно мягко. Лучше работать на больших объемах обойной щетки. И разводить материал меньше. Я его развел больше, только потому что кисмет. И далее, когда у нас все это дело высыхает, мы берем плосковую колеровную эмульсию. И у нас рисунок, он... То есть мы не повторяем вот эти движения, да? Они как-то перекрещиваются. И впоследствии дополняют друг другу. Угу. Ну, не читаются и не обещают, как бы не требуют определенной геометрии, как бы правильно. Лучше работать пастельными цветами. Лучше работать пастельными цветами. Левяшки чуть-чуть совсем. На крупных таких. Сейчас серия на блее факторы делила. Есть она особо. У нас эксклюзив. У нас эксклюзив. Два, три, четыре. А краскопульс какой? Вот этот компрессор или можно вот эти вот универсальные бытовые так использовать? На завтрак, кстати, и пылесосики. Пылесосики такие, они с бутками на ручку поделывают. У нас просто, надо говорить. Да. У нас все секретные. Пол прозрачный, закрываясь между секторами. Да? Дальше, продолжаем. Все секретные, потому что? Да. У меня. У меня, все секретные. Пол прозрачный, покрываемый цвет конструкции, Нанесение, покрытие из линейки дымостроя. Кому интересно, подходите, смотрите, включаюсь в работу по себе. Я на фиге. Вообще, что-то в этом махнуло. Это конец фото. Именно мы могли. Ну, тоже надежный. Должен нанесение зашли. Конвейерная способность работы сейчас рассматривается. То есть, мы пускаем на первый слой просто кого угодно. И затем, затем можем вот таким вот образом, прямо суперэкономно, делаем такой своеобразный рваный камень. Как видите, скорость движения достаточно прям по объекту. Ну, и для начала. Сейчас добавилось еще в интерьер пару пары другого покрытия. Фасадные покрытия дымостроя, они нечисто белые. Если вы покраску идете, то можно, если вы естественные цвета, то просто бежевым... А мы потом что-то с ними делаем? Курим потом? Потом зашпуриваем. То есть, на эти мокры, как она носит, не обращая внимания, не надо это закладывать. Потом в легкую зашпуривается и закрашивается либо в дак-фасад, либо восковая мышца. Вот, синий набирает на себя пыль. Вот, и там, где идет все равно же неравномерно. Ну, ну, там больше, короче, остается. Да, больше остается. И он дает такой грязный эффект. Вот. Мы стараемся, если надо, защитить. Ты хочешь защитить, мы используем восковую мышцу просто. Нет, просто воском, когда наносишь, получается, он... Мокрый, мокрый? Да. Но он высыхает через три дня и остается таким же. Нет, а мы... Давайте просто я это возьму и половинку сделаю, половинку оставлю. Чтобы не портить, сделай все. Фонсер, можно... Нет, нет, кельный ручник, простей, фонсер просто царапать, он круга, квадратные крюки. А, или пластиковый, или... Нет, ну, сейчас, сейчас я покажу тебе. Нет, я хочу глубины еще, чтобы он прям блестел, ашил. У меня есть еще дополнительный... Ну, крокодил. Классно. Ну, этот же керосейный, ну, в чем он, в чем он может быть. Ну, ну, ведь он этот... Где ты видишь, хоть от вас соединение? Нет, не соединение, он просто глубину дает, когда мозг он сразу наносится. Я понимаю, смотри, чем ты наносишь, чем глубину дает. Ну, 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 сразу не глубину дает. Понимаешь? Вот, когда наносишь японцам, восками соединений не видно вообще. Все, как раз, так, так... Субтитры делал DimaTorzok 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 В общем, хотел бы небольшую информацию донести. У нас сегодня работает профессиональный видеооператор, в том числе и фотограф. Это Юрий Спилберг и Дмитрий. С Дмитрием у нас такое небольшое задание. В общем, вы можете подойти и высказать свои пожелания, свои отзывы о компании, о работе. Все это будет происходить через полчаса. Субтитры делал DimaTorzok 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 Материалы тебе на два... Вот давай сначала сделай. Давай я возьму. Это спина, а теперь пошло в пузо. Чуть-чуть зайти на спину, да? Да, но дело в том, что у нас валик с этой полоской, его можно срезать переде, чтобы не было такой... А, то есть вот этих, чтобы утряющийся. Да, да. Он чтобы как-то плавно перетекал. У нас другой был валик. Это за вот этих вот торчащих. Швукой. А, как он зашкулит, да? Это шлифуется все. Получится эффект проходила. Можно даже сделать его не такой прямой линии, а уже заходить. Там, типа, где-то шея, да? Да, да, да. Можно и так делать. Да, зайти ты еще. Где-то зайти здесь. Я обычно... Можно такую работу отдавать в программу «Что, где, когда» и вопрос «Гадай 30 тысяч рублей». Чем сделано? Да, да. Вот что получается. Вот это такой зеленов... Палевый цвет полиовелюра. Вот. То есть, это венецианка, только матовая, с глубиной, с качественным рисунком. Так, это Оникс. Это вот на полиовелюре, просто на вставке камень. Это венецианская штукатурка классика. Просто сделана определенная. Как это дело, смотрите? Ну, это, как бы, классика тоже такая. Используется 2-3 цвета. При тонировке восковая эмульсия без геля. Используется 2-3 цвета. Используется 1-3 цвета. Компионы лодки. Используется 1-3 цвет. Используется 2-3 цвета. Венецианская штукатурка колокольчик. Нет, нет, нет. Компионы. Видите? Используется 2-3. Я могу представить... Компионов. Используется 1-2 цвета. Где-то? Уважаемые дамы и господа, еще раз объявление. Если вы ничем не заняты, в принципе, есть свободная минутка, вы можете оставить ваши пожелания Артему и Дмитрию на видеокамеру. Ваше обращение, так сказать, в камеру фабрики красок. В каком контексте должна происходить защита, условно говоря? Вы получили некую информацию на сегодняшний день о экономичных решениях при реализации крупных объектов. То есть мы говорим, большой объем, недорогой ценник, но между тем нам нужно на этом заработать. Чтобы нам на этом заработать, что нам нужно делать? Это первое, применять некие экономичные технологии по нанесению, то есть некая конвейерная работа, разбивка на операции, упрощение самих операций. То есть это не кельма, а кисть. Все то, что позволяет людям сделать более дешевый продукт. Чтобы можно было им, условно говоря, производитель была большая, человек зарабатывал достаточно хорошо, но между тем ценник был небольшим. С ролик, гранит, творцы, новые продукты, которые там есть, белый камень и мазанка. Говорили, наверное, о том, что в коллекции Домострой очень мелкая фракция большинства наполнителей, и поэтому позволяет делать тонкий слой нанесения. И сейчас то, что в ближайшее время будет подготовлено белая глина, это аналог, ну, альтернатива, скажем, вариации, что-то типа балмаса, и что-то типа шелка будет. Также для экономии не забывайте использовать жилая вода и аэрация, о которой говорил Миша. Надо верить на то, что мы можем сделать. Я не могу сделать. Ну что, какая стояла задача? Задача стояла, чтобы у нас, как бы, производительность была большая, и использовать минимум материала, облегчить технологию, то есть. А вот это у нас наносится фирмогельмой, а потом обувной щетке делается полуслой. Да, наносим материалу равномерно, определенным слоем. Очень интересный эффект. Кому интересно, посмотрите сбоку, я могу, в принципе, крутить. Ну, с местами светлея, местами лепестки вот эти. Что-то такое, типа фактурные органзы, получается, да, с органами? Да, да, да. И вот это шлифуется и обрабатывается в воду сковой импульсии. Нет, но желательно еще нанести гель. В любом свете. У нас лежатый материал. Что? Материал такой. Материал можно любой абразивный материал использовать. Да, абразивный. То есть выполнителем? Это, знаешь, минералстон. Нет, нет, это не минералстон, наверное. Это другое просто. Или другое, да. Ну, также есть подобные аналоги в домострое. Я еще хочу пару слов добавлять, если можно. Чем хороша данная техника, то, что, в принципе, кельмин и кельмин. В общем, есть размер зерна определенный какой-то, да. Мы разводим материал дорожной густоты, и человек просто, по сути, неподготовленный человек, идет и как бы вот как-то просто наносит почти на сдир, да. Здесь не надо уметь, здесь не надо мазки влево-вправо. И я думаю, единственное, здесь нужны более-менее нормальные руки. Это когда делается рисунок, чтобы он был адекватный. И самые нормальные руки должны быть в финишном декорировании, чтобы это сварилось красиво, да. То есть получается, что у нас суперпрофессионал нужен только на финишный слой, который вот наведет там какой-то там антураж. Правильно, понимаю? Практически недопытно разводить. Здесь опять же в 4 кельмин. Вот, и можно выставить конвейерную работу. То есть человек доносит массу, но перечень. Похоже, не сели было сделано на фасаде. В коттедже, и когда попадает солнце, вот за счет вот этого перелива, он играет. В коттедже полежащий, он в чистом белом цвете. Вот, обратите внимание, здесь очень интересное нанесение. Здесь можно использовать обычную водоэмульсионку, как подложку. Семею сделать, чтобы появилась глубина. А здесь обычную морскую губку с пяточками и разблаживать. Вот и все, вся технология. А на втором слое какой материал можно использовать? Материал можно использовать в графитографию. То есть экономия по материалу и по работе? Да, и большая производительность. Тоже хочу сказать, может быть не все знают, что в Уфе, в частности, например, используют графитографию для нанесения, ну вот когда нужен тонкий балмаз, скажем так, да, тоненький слой. А графитография чуть подешевле, чем балмаз, это во-первых. Во-вторых, она имеет укрывистость хорошую, и, соответственно, даже на тонком слое у вас не будет подложка приступать, насколько я понимаю. Вот это вот тоже, как бы шаблонный рисунок. У него очень интересный эффект, также можно делать фасады, входные группы, можно выделять отдельно стены. А чем это? А, инструмент, кстати, инструмент, любую крышку ведра, вот. А, разных размеров? Нет, просто крышку отрезаешь наподобие вот такой формы. Делаешь зубчики, как... Идет циркуль, чтобы эффектно. Делаешь, смотри, это вот плиточные... Плиточный шпатик, да? Да, да, можно даже его использовать. Они есть пластиковые тоже разные. Да, да, да. Ну, я подручную, я сделала... Ну, тогда это нормально было. И просто как циркуль, вводишь, и очень легко и быстро делаешь. По крайней мере, вот этот рисунок скрывает недостатки, эффекты стены, если не совершенно исправно. И делать это, например, лучше вдвоем, да? Первый человек идет, наносит маску, более-менее победу, второй выглаживает рисунок. Вот, посмотрите, обратите внимание, он тоже играет. Не крути, прям на месте, а цепь урок. Вот так, здесь еще. Вот еще интересная техника. Один человек наносит, а второй уже двумя руками формирует рисунок. Пальцы? Да, 10 пальцев. Вот это очень интересно, мне так понравилось на самом деле. Просто я бы назвала этот выкрасль пластионизмом. Мне кажется, что это так... Между художником и шедевром ничего не должно быть, только руки мастера. Кстати, рисование пальцами это отдельная тематика, сейчас популярная и модная. Художники и дизайнеры это даже очень так сильно любят, когда человек сформирует рисунок пальцами. Помогу, что у вас? Можно даже сына запустить, чтобы он помог, так сказать, на эту вопрос. Вот это тоже можно сделать из минерала или RX-1 фасадка. Материал себестоимость небольшая. Делается обычно круглой кистью. Формируется рисунок на бум, скажем так. А спустя минут 10, ну, смотря какая стена, какая гороскопичность, заглаживаешь и тонируешь. Вот заготовка была, да, я тебе показывала, как наносить кистью, это до заглаживания. Да, мы по-моему... Нет, с ним не успели, мы у нас... Вот графитографция, делается пальцами. Просто крутишь. Смотрится очень дорого. Вопрос о том, что можно одну розочку прорисовать поинтереснее, и все, сразу вся стена начинает быть художественной работой. Его можно использовать на вставках? Нет. Да, и вот следы видно там пальцем. Можете посмотреть. Ну вот подсвет прям пластырь, да. Отпечатки сохранены. Тоже очень интересный. Домострой. Домострой, да? Какой? Камень? Первый. Ирэс-1, это камень. Делается обычным валиком, такой... Пупырчатый. Не пупырчатый, он как губка, только дым так не крупен. Просто сделаешь отлип, как обычную шубу, и пятнами заглаживаешь. Ну, она сама как бы формируется. Какой материал? Камень-эрэксан. Можно использовать минерал. На пробку похоже на это технологии. А Ирэкс-1, это фасадный камень в домострое. Он немножечко сероват, но, ну, то есть не очень струбелый. Но зато он очень крепкий и очень тонко наносится при необходимости. То есть там рядом... И очень хорошо стонируется. И дымиколируется. Вот этот вариант кажется сложным, но делать его очень легко. Также делаем из любого пластика или металлической. Только зубья должны быть неравномерные. Обычными зубьями протягиваете, ну, просто вот ведете. А второй человек, есть такой мастихин с квадратным носиком. Просто делает такие ванные места. А вот потом, все-таки, да, так. Следующий вариант, нужно и посту, и с утяжкой. Тот же самый графификация и гель. То есть также вариант удешевления. Ну, как бы, если примен на полмасса. Если трудно полмасса соглашать, так что... Все, спасибо. Кто у нас следующий? Оля, кто у нас следующий? Где? Где синий? Синий только что. Усинка, как мы его называем, очень садовой выкрас. Как выглядит, даже со среднедостатком, он заказывает на лестничные пролеты, с коридора. Смотрится на высоте очень эффектно. Смотрится. Давай немножко не дышим. Я бы, да, немножко добавил. Выкат сильно интересный. Достаточно, в принципе, несложный, поскольку... Как на отлип делать или как это делать? Ну, это шпатель просто. Паркурный, честно, шпатель. А, так вот так вот. У нас еще как дела? Не наносили, по-моему, а потом... Просто именно вот нежность к этому рисунку. Здесь нужно делать паркурный, ну, как заказчик. То есть, если нежный, то есть, у нас более такой, довольно нежный. И расход там. Понял. Вот, кстати, здесь, я так понимаю, что это подложка, а потом натыкали, да? По высохшей подложке. Ну, вот, например, на подложке можно было бы использовать тот же гель-клубное серебро, например, да его каким-то образом на ВТ-шку нанеси. Он бы дал уже вот этот блеск, без фактуры. А на сверху, вот, непосредственно, хотя, пенсию, используясь как вот для такого эффекта. Спасибо. А это такие вещи? Да, 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 да. Когда я плесирую все, все девочки, спасибо, что снимаете, посмотрите, все шикарно вообще. Это какой-то серебро у нас? То есть, ну, да, здесь можно еще очень много вариантов. То есть, можно пашкурить, дожелезнить, или там сели, и так далее, так далее. Можно здесь вот немножко пашкурить на бруске, и потом даже лезть, и получается, что как бы будут блестеть, а сон и не будет латовой. Вот. И вот, и тем будет еще так. А вот с переходами не будете проблем? С переходами не будет. Желательно тоже. Два человека, один наносит, второй протирает. Ну, один катает, а второй человек идет. А, то есть, вообще, валик был, да? Даже валик был. Ахиндрый смайтик, покажешь. Органза, то есть, как бы, мы, конечно, на московую руку, что-то так называемые, смотрится достаточно тегленно, и на больших высотах человек может сделать один слоев. Леонид в один слоев наносили, да? Два слоев. Два слоев. То есть, тут в дюшку идет, и потом уже, тыкается, кистью. А, кистью? Кистью прям делали? Да. И потом сглаживали. Да, ты пускаешь, пателем, потом все делали, тыглаживали. Или можно, наверное, мочить чуть-чуть, прям, ну, потекать не было. Ага, интересно. Кстати, это тоже уместно. Органза очень хорошо сочетается с поливилюром. Я не знаю, ты показывал улицы смеси, нет? Это завтра будет у нас. Это завтра об эксклюзивных материалах и о смесях мы будем разговаривать. Кстати, хочу сказать, что у нас две же венецианки. Это Булмарин и Мираджо. Мираджо, я думаю, мы их как бы немножко опустим по ценовой категории, скоро перенесем ее в домострой. Хочу, чтобы не сказать. Да, она может быть не сверх венецианка с точки зрения натирания, блубизны и так далее. Но это крепкий материал, отличая от большинства других венецианок, которые легко, достаточно просто делать именно вот в такой технике. Простой, легкий. Когда требуется в каком-то выходе в месте, недорогой рисунок, но все-таки подбрама. Вот, как вы видите. Вот органза, ну, не навязчивый, старый цвет, но смотрится очень для... Ну, вот, видите, золото, вот. Вот цветные ли, темные? Ну, посмотри на вкус и цвет. Нет, как лучше. Тут два разных цвета вообще-то. У нас, я как понял, вот столько, вижу в каждом регионе свое предпочтение. У вас какое-то? Ну, у нас, самое, у нас больше, как бы, к бежевым, конечно, предрасположенность идет. Других, к бежевым. А как вы владели второй цвет? На втором слое или как? Второй слое. Вы и сырой по сырую смешивали? То есть и тот еще сырой, и этот сырой? Да, и пятый. А дальше вы первый слой сделали? Да, первый слой. То есть, вы катаются валиком, вы имеете в виду? Нет, мы керем. Керем. А можно сделать одним слоем на колерованной выдуманной сионке? Прогалом, то есть не будет. А, понятно. Так, ну здесь тоже выпуск не доделан. То есть по мраму цвета тоже... Какие были? Какие были? Такие сделки. То есть, у меня, как карту, допустим, мы можем делать карши, смотрится очень много. Если после еще два слоя, на треть после, мы смотрим. А что, мармарин-то? Да, мармарин. А, и это тоже сырой пахерома за один слой или два? Нет, это один слой. Один слой все сделано. То есть, вы сделали первую, как бы нанесли, не по... Просто подложка идет венцианку, то есть она у тебя ходит, потом на нее уже наносит. Дальше, до грязна выкраса будет зависеть от количества железнения, там, то есть и ранее... А как вот сетка получилась? Просто не будет ли проблем на объемах перехода? Всегда можно еще. Да, разбивочку, да. И такой же техникой можно же смеять, но полосу взял, сделал, полосу сделал. Ну, вот, кстати, к вопросу подхода такого, своеобразного дизайнерского, когда мы сразу закладываем как-то те вещи, которые позволяют нам обойтись без переходов, да, и делать по полосам или какими-то там разбивками специальными. Ну, я считаю, классный выкрас. Ну, значит, простое, может быть, каким-то образом декорирование, да, взять там гирю, этот квадратик там покрасить, это кое-где, там еще что-то, да. Ну, где-то, 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 да. Да. Выкраска очень интересная, значит. Классно, мне кажется, да, вот реально. Все, что связано с подобными компенсационными вещами, да, хорошо оставаться. Спасибо. Спасибо, ребят. Важно, что по итогам вашей работы, да, наверное, здесь, Оль, где остались? Здесь? Или вы будете доделаться? Копилку. Копилку. Важно, что подобные все вещи должны нам расширить некое сознание, что ли, убрать лишние границы, поскольку мы зачастую зашориваемся, и вот подобные люди, как бы, с других регионов, а, слушай, а я знаю вот это, а он знает вот это, да. И вот сейчас вот, надеюсь, вам показали достаточно много вариантов экономичных покрытий. Но, Оль, там все-таки обратную связь. У нас не было еще презентации наших новых материалов? А? У нас не было презентации наших новых материалов? Завтра. Завтра она, да? То есть мы вот так сделали. Есть, когда эмульсионка идет, и фрагментами мультикалорка. Это мультикалорка, и гель, как бы, добавили, так, на серебро, да? Да. Потому что классно сбавится, мне прям нравится. Можно любую цветовую гамму. А я еще в офисе у нас сделала коричневый цвет, он очень напоминает леопарда. Ну, там пронесешь там. Очень хорошо смотрится. То есть мультикалор, в данном случае, могут быть разноцветы. Да. Например, два-три цвета подобрать уместным. Или вот как здесь добавить... Подложку, если делать коричневым, а там рыжаватым, с добавлением черного, он как... Мне получается. То есть ты кель вот так, местами? Я вообще кисточкой просто вот так протыкивала и... От себя вот просто добавлю, что вот увидел. Есть мультикалор, который вот сейчас использован, но другие команды, к сожалению, не в полном объеме использовали. А можно было бы использовать для создания экономических рисунков. Поскольку мультикалор можно... Добавлю. Коллеги, немножко внимания прошу, я договорю. Эй, Галерка. Хорошо. Ну, просто мы мастер-класса по мультикалору завтра, поэтому вы частично его не использовали. Также хочу обратить внимание, это хай-тек-шелк базовый. Он есть, он намного дешевле. Он дешевле, по-моему, процентов на 30, чем даже серебряный. Его всякие всевозможные смеси с мультикалором, с блестками, с гелем, вот, например, крупное серебро, позволяют делать достаточно недорогие, но классные эффекты. А тот же мультикалор, если его заводить до нужной консистенции, можно наносить кистью, чтобы эти хлопушки были только где чуть-чуть, и, соответственно, ценник снижать ровно настолько, насколько, ну, как бы, хочет заказчик. Еще реже, еще будете реже, еще дешевле, еще дешевле. Вот немножко кистью техники с гладкими покрытиями не показывают. А остальные, конечно, очень сильно благодарны, что, ну, хорошие работы. Решение судей по... А судей кто? А судей кто? Вы не представили судей наших. Давайте представим. Иди представь судей. Судьи Жени Каяшева или Александра Черницына. Мы ждем вашего решения по кейсам. И следующий подарок у нас очень интересный мастер-класс от Артстроя. Ребята из Самары сейчас покажут мастер-класс «Как работать с трафаретом». Поэтому, если кто-то может из зала управления, кому-то интересно, тоже присоединяйтесь и сесть посмотрите. Сразу после решения поднесем. А можно решение, если завтра на праздничные церемонии объявить победителей? Я тоже так предлагаю, да. Хорошо. Предварительно, конечно. Наверное, не будем. Предварительно, что-то не надо. Пусть это будет тайно. Чтобы они потом ночью сегодня не понравились. Тобой выигрыш лучше на кейсам. Хорошо. Ой, я тоже, наверное, мастер-класс по трафаретам, да? Да. Ну, я все-таки предлагаю коллегам из управления пойти дальше, заниматься нашими по непосредственным делам, управлением и, наверное, наработкой компетенции в этом вопросе. Ну, а вам тогда, соответственно, передаю слово. Хорошо. Всем спасибо за внимание. Группа мастерства. Пока ребята готовятся, у нас 10 минут, наверное, кофе-брейт. Я предлагаю немного отдохнуть. И потом все собираемся в этом зале, смотрим мастер-класс. Это, наверное, самое что-то впечатляемое. Почему он не хочет делать? Мозаика вообще-то не троняется. Леша, если честно, я шел Маратхи. Вы снимаете? Это как раз один из ребят, ученик Марат. Так что сейчас будем смотреть продолжение, так сказать, мастерства. Это самый простой вариант. Ну, простой, но выглядит как очень дорогая итальянская маза. Слева держи. Ты вот так подержи. Ты вот так подержи. Ты другая, мне другую руку надо. Смотрите. Плассием надо держать. Вот. Он приходит, ацепит. А, вот пацан с советом. Сияет, ну, придавливай. Вот. Вот, смотрите. Как это вообще менять? У меня вот это орел, как будто я не знаю. Ничего страшного. Вот так вот назад превращается. Видите, нормально. Вот назад превратилось. Вот, слава. О, метели. Рисунок зависит от вашей фантазии. Хотите, портрет любимой бабушки сделаем. Клеится монтажная пленка. Сама пленка стоит, вот уже готовая, вырезанная, от 450 рублей за квадратный метр. Мы не работаем дешево. Мы сторонники делают дорого и богато. Качество пленки влияет на духовенство? Да, мы выбираем специальную бутынин для себя. У каждых мастеров, в принципе, привыкают к слое какой-то определенной пленке. Опять же, повторюсь, у нас есть плоток, то есть, какое-то выражение не можно просто, как бы, воплотить. Пленку лучше брать лотнее, да? Тут зависит от плотности и от липа. У каждой пленки свой лип. Какая-то пленка тянется, какая-то пленка не тянется. Ну, а как выбрать, то есть, зависит от фактуры, на которой потом вы работаете, да? Ну, и от фактуры зависит, и, в принципе, от того, кто как у пленки привык. Переносим, соответственно, подготовленную поясню. И убираем монтажную пленку. На объеме делаете квадратиками или полосами идете сверху-внизу? Обычная ширина полосы, где-то 60 сантиметров. Как обои клеятся, там, допустим, две полосы приклеили, и человек уже может приступать к декору. Пока там второй человек доклеивает остальные полосы, процесс уже пошел. Стараться прям буквально там с миллиметрами нахлёст делать, чтобы он смещался. Либо там, когда готовится трафарет в короле, где-то, когда все переводят, делается правильный его рез, чтобы стыковалось, допустим, не по цветкам, а по лысому месту. Все, в принципе, мы его перенесли, оставляем и займемся декором. Для декора сейчас буду использовать черную венецию. Обычная крупная кисточка. У нас получается матовая основа и блестящий глянцевый рисунок. Иисус. Готово. Готово. Алексей, а на объекту зажигаетесь? Нет, какие-то материалы. От техники тоже зависит. Надо сушить, ждать, когда высох. Но в данном случае, в принципе, ждать не надо. Десять минут. Это именно один цвет, разная фактура. Классно. Один цвет, глянец и матовый цвет. Можно повредить? Вообще круто. Можно? Договоримся. Два рублей. А что там? Уцените. Деньги нам не нужны. Мы сюда не за деньги приедем. Мы за энтузиазм. А сейчас что делаем Алексей? Сейчас у нас орган занесено. Два цвета, два серых оттенка заложено. Тоже, опять-таки, довольно бюджетный вариант. Сейчас рассматриваем. Цена вопроса? Мы не гонимся. Мы не гонимся с деньгами. Нам всего лишь нужна слава. И так, мы имеем органзу. И чтобы у нас не получилось, там такой вот глянец на глянец, блеск на блеске. У нас тоже есть серая органза. Два цвета светлее. И краска. Обычная ВДшка. Пройдем обычной краской. Вот, опять-таки, не обязательно стараться. Давайте просто рисовать, заниматься творчеством. Но, в основном, только пленцем. Какой? А, ну, наверное, здесь, конечно. В сумком? Нет. В вертикальном. В каком-то углу будет, в любом случае, стык. Может, у вас здесь, Алексей? Ну, вот даже, допустим. Вот. Вот такой вот рисунок. В каком-то углу у нас порвется этот рисунок. Его не будет целого. Он будет как бы разбит. Цвет основы. Нужный цвет самого рисунка. Немаловажно, мы когда масштабируем рисунок, мы делаем такой масштаб, что он как начался с одной точки и закончится он целым рисунком. То есть, на самом деле, здесь большие плюсы. Да, может быть, кто-то боится цены за трафарет, но в среднем более-менее крупные обои сейчас стоят, всем прекрасно знаем, где-то от 120 евро за рулон. То есть, альтернатива. Плюс с собой нужно ждать, там, хорошо, если там недели две, а то и месяцы. Два их ждут. Здесь тоже разные основы. Здесь, по-моему, где-то 5500 квадратных минут. То есть, дорожки получали. Где-то упростили, где-то усложнили. Таскать везде. Потом сделан рисунок восковой эмульсии, набитой квадратной губкой. И поверх восковой эмульсии такие же квадратные, набитой органной губкой. Потом, когда я сниму, там, в принципе, он проявит вот эти квадраты. Тоже из бюджетных вариантов. Там еще будет работа краской и опять эмульсией. До этого было таких два современных варианта. Сейчас сделаем такой восточный стиль. Он сегодняшний день тоже востребован. И довольно-таки сильно. Грустный стиль. Профессор. Грустный стиль. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...